Ты бесплатно, чтобы вам попробовать. Да, у тебя так. Но это получается, ты свой труд как бы не ценишь, ну, или думаешь не то, чтобы... Нет, я даю выбор. Нет, нет, не то, чтобы не ценишь, и не выбор ты даешь. Ты как бы надеешься, что вот им понравится, и они потом будут уже... У тебя есть надежда. А говорят, надежда самая плохая в человеческих таких качествах. Надеется за что-то. Надежда, мой купол земной, а удача награда за свет. Ну, ладно, издеваются, да. Я понял. Я хочу сказать, что... Я потом объясню, что... Вопрос, вопрос, платы, не платы, да, это тоже... Нет, я имею в виду, смотри, ты пришел, да? Или я к тебе пришел, да? Я хочу попробовать. Надежда это не случайное имя, да? Учитель берет деньги, а преподаватель берет деньги, а наставник возьмет деньги. А-а-а, нет, еще. И ты берешь, у тебя есть знания, тебе нужно кому-то их передать, да? Вопрос уже, иногда о деньгах не стоит. Иногда не стоит, когда ты уже на смертном адресе. Иногда не стоит, да, но это пусть не наш случай будет. Ты говоришь, я все правильно, когда ты на смертном адресе, иногда не стоит. На смертном адресе уже ни у кого не стоит. Вот, поэтому. Поэтому, пусть не стоит. Да, он случится как можно позже. Отдать. Но, порой бывает так, что люди даже не хотят их брать. Ты даже, знаешь, как это есть? Ты готов доплатить даже. В швейцарских банках есть такие счета, где не тебе платит банк, а ты платишь банку за то, чтобы он хранил твои деньги. Отрицательная процентная ставка. Да. То есть, понимаешь? Вот мы пришли еще к этому важному моменту, что, опять же, в ведических знаниях и восточной философии, что, если ученик готов, то учитель найдется. То есть, ключевой момент передачи знаний не в учителе, а в ученике. Потому что, может быть, сенсей такой, знаешь, мудрейший на из мудрейших. А ученик, вот, войдите. И не будет передачи знаний. Парам, пара умрет. У меня был в жизни такой случай, когда, несколько раз, когда ко мне звонили и просили, чтобы я занимался с человеком, и задавали вопрос, цена. Я говорил, сами решите. Эксперимент оставил такой. Один раз такой. А почему бы не поставить такой эксперимент? И я говорю, вы сами определите, цена есть, но эту цену определяйте вы. Исходя из того, почему вы делаете какой-то срез, почему вы обратились ко мне, как к учителю, к чему вы хотите добиться от меня. Видите, если вы обратились уже ко мне, значит, вы какую-то видите... Ценность. Ценность во мне. И уже какую-то видите себестоимость. Вы, может, где-то сделали анализ рынка, и так далее. И вот я, ты знаешь, я, честно говоря, был поражен. Теми... Высокой стоимостью твоих... Той суммой, которую мне, как бы, давали. Хотя, хотя, потом, когда я ее реально просмотрел, проработал, да, я понял, что, по большому счету, вообще оценить, оценить степень передаваемых знаний от учителя, любого, любого учителя, к ученику, практически невозможно. Ну, критерии нужны какие-то. Ну, потому что знание... Вот, Бородич, мы с чего начали? Знание – это не материальная категория. Это потенциал. Единственное, здесь можно... Единственное, здесь можно, знаешь, что учитывать. Ну, правильно. Ну, как, есть фантазия, да, это бесплотная, мечта, да, планы уже, задачи есть и действия. То есть действия, все включает это. То есть бесплотная фантазия, да, мечта. Мечта, она может в реальность превратиться. То есть, ну, по ступеням материализация происходит. И поэтому, правильно ты говоришь, это не материальная, а это материальная. То есть, ну, вот, что материальное у нас, ну, все материальное, но сначала оно было где-то в голове у кого-то так, и потом через это воплотилось. А учитель, преподаватель, должен? Должен. Ну, его некий... За аренду зала заплатили? Ну, да. Должен. Его компетенция объяснять материальность и нематериальность? Да нет, этот человек сам делает. Хорошо, мы идем париться? Мы обязательно, да. И... А я печенец, можно? Да. Смотри, опять перемещается. А потом растает. Не сможет. Реакция.